Начнем с ходу с интерактива. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто хоть как-то где-то смотрит какие-то отзывы о приложении. Так, супер, почти весь зал. А теперь поднимите руки, пожалуйста, те, кто смотрит отзывы в App Store и как-то их, может быть, обрабатывает, собирает уже сильно меньше. Так, давайте сейчас тогда поговорим про то, как делать это автоматизировано, как их собирать, быстро, оперативно просматривать, получать уведомления и так далее. Меня зовут Игорь, я из команды Dzen, iOS-разработчик. Можно по QR-коду узнать поподробнее, что такое Dzen. Я расскажу вкратце. Dzen – это контентная платформа, где можно публиковать разный контент, видео, ролики, статьи, посты и так далее. У нас очень большая аудитория, около 32,5 активных пользователей в день. Оценка в Store 4,7 балла и около 100 тысяч активных авторов. Хорошо. Давайте посмотрим, что мы сейчас, что мы пройдем. Во-первых, сначала подумаем, зачем все-таки собирать отзывы, их обрабатывать, а потом посмотрим, какое решение мы сделали, чтобы делать это автоматизировано. Зачем нам смотреть на отзывы? Во-первых, это обработка отзывов и какие-то действия, которые принимаются после нее, повышает рейтинг в Store. Мы понимаем, что хочет пользователь. Проще нам принимать какие-то решения на основе этих отзывов, делать какие-то фичи лучше, как-то менять какие-то параметры и так далее. Ну и в целом мы улучшаем качество продукта на основе этих данных. Вот пример, как проходит разработка. Это постоянный цикл. Сначала разработка, релиз и так далее. Но все-таки там есть дальше еще использование, там есть пользователи. И они используют продукт, видят какие-то новые фичи, возможно баги и хотят о них написать. Они хотят, чтобы мы что-то поправили или добавили что-то новое. И вот здесь вопрос, как все-таки новый отзыв пользователя доходит до разработки. Это как раз вопрос, который мы постараемся решить. Отзывы можно получать, как в самом приложении. Мы сами можем написать UI, который будет по каким-то триггерам активироваться. Это могут быть какие-то карточки, это могут быть промо-блоки, всплывающие экраны. Вот можете увидеть на экране. Может быть какая-то форма обратной связи, которая лежит там где-то в настройках, в которую пользователь может зайти в любой момент. Но есть как раз еще отзывы все-таки в App Store, про которые часто забывают. И давайте как раз сейчас именно на них сфокусируемся. Что было до? У нас саппорт просто ходил ручками в App Store Connect и там смотрел как раз отзывы, которые пришли. Он смотрел, какого они характера, как-то их обрабатывал, анализировал. Возможно, заводил таски в джире, чтобы их потом пофиксить. Эта работа была регулярная, но не частая. То есть это условно два раза в неделю человек из саппорта ходит в App Store Connect. У нас очень много отзывов. Это 44 тысячи оценок сейчас в Store. И отзывы приходят достаточно часто. Очень тяжело постоянно ходить, эту кучу обрабатывать. И непонятно, когда появится там один отзыв, а когда появится сразу 10. У нас пишут разные отзывы, просят добавить фоновое воспроизведение. Потом мы добавляем, нас еще благодарят. Просят добавить AirPlay, тоже говорят спасибо. Просят поправить какую-то, сделать оптимизацию под iPad и так далее. Все эти отзывы нужно обрабатывать. И давайте посмотрим, что есть уже, что мы можем использовать прямо сейчас. Во-первых, это App Store Connect. Это самая банальная вещь, куда мы можем пойти. Там есть сортировка по дате, по релевантности. Это бесплатно, но там нет других фичей. Есть такой Telegram-бот Апси. В нем можно получать как раз уведомления о новых отзывах. Но он платный. И также есть некоторые сервисы, такие как AppFollow, AppBot, AppTweak. Там очень много разных возможностей, за которые, конечно же, надо платить. Но эти возможности очень полезны. Это уведомления, интеграции с сервисами, автоматизация и какая-то аналитика. Соответственно, мы посмотрели на то, что есть уже доступного. И рассмотрели, какие требования мы все-таки должны представить к нашему продукту. И в результате мы решили сделать своего Telegram-бота, который будет полностью под нашим контролем. Там будут уведомления, какие-то автоматизации. Все, что мы захотим, можем туда добавить. Ту же аналитику и ML. И это для нас будет условно бесплатно, потому что все будет крутиться под нашим контролем. На нашей инфраструктуре, которую мы определяем ресурсов, это занимает совсем немного. Ну и теперь поговорим поподробнее про самого Telegram-бота, как его сделать, какие проблемы можно встретить. Механизм работы Telegram-бота. У нас крутится как раз скрипт на какой-то виртуалке. Мы должны откуда-то эти отзывы взять и потом отправить их подписчикам. Подписчики – это могут быть как просто пользователи, то есть это личные сообщения в Telegram. А могут быть общие Telegram-каналы, куда подписывают пользователи, чтобы посмотреть на отзывы приложения. Пользователями здесь считаем уже сотрудников компании, которые хотят следить за отзывами. Сами отзывы, которые мы будем обрабатывать, будем брать из App Store Connect API, про которое я сейчас поговорю поподробнее. Туда будем ходить раз в час и будем получать пачку из 100 последних отзывов. Теперь App Store Connect API. Что здесь важно знать? Во-первых, каждый запрос, конечно же, нужно делать с авторизацией через GVT-токен. Надо генерировать его каждые 20 минут, иначе просто API не будет его принимать. Секреты, приватный ключ – это все можно получить в личном кабинете разработчика. С помощью них как раз генерируется GVT-токен. Также есть OpenAP спецификация, которую можно посмотреть, потыкать, попробовать разные запросы. Ну и здесь надо не забыть обрабатывать ошибки, потому что часто App Store Connect API может возвращать какие-то рандомные ошибки, пятисотить и так далее. Здесь нужно не забывать ретравить, возможно, через какое-то время. В App Store Connect можно получить очень многое. Это управлять покупками подписками, получать метаданные приложения, смотреть на метрики производительности, старта приложения, работы батареи при работе вашего приложения, выгружать финансовые отчеты. И как раз то, что нам здесь понадобилось – это отзывы из App Store. Вы можете по QR-коду посмотреть на документацию, там очень много всего. И документация в целом полезная, читаемая. В общем, заходите, правда, рекомендую. Теперь посмотрим, каким образом нам приходит отзыв из API. Мы можем получить тайтл, рейтинг в количестве звездочек, тело отзыва, дату публикации, ник-найм пользователя, а также страну, из которой написали этот отзыв. Причем чаще всего это у нас Россия, но попадаются еще разные отзывы с иероглифами из каких-то там Эмиратов, из Японии и так далее. И в итоге эти отзывы мы просто ручками забиваем в переводчик, перевозим. Благо там почему-то иностранные отзывы всегда пишут положительные. Ну и внизу там информация о версии приложения и название приложения Z. Соответственно, вот справа можно увидеть, как выглядит отзыв, который прислал бот в Телеграме, а слева этот же отзыв в App Store. Поговорим, как развернуть бота. Мы пошли по простому пути, развернули на виртуальной машине просто во внутренней инфраструктуре, дали ему серый IP-шник, белый не нужен, потому что нужен только доступ в сеть открытого хоста, там не нужно ничего. Все секреты выносим в секретницу, грузим оттуда и создаем отдельный сетап SH-скрипт, который написан на баше. И он раскладывает все файлики, там дает доступ, и сейчас как раз на него посмотрим. Вот этот скрипт, достаточно простой. Мы просто создаем пользователя, из-под которого будем запускать бота, закидываем все файлики ему в нужную директорию, кладем файлик сервиса в сервисную папку, чтобы этот файлик потом запускался, загружаем все необходимые зависимости для бота, это там несколько библиотек, их совсем немного, потом даем права доступа этому пользователю на запуск скриптов, и как раз запускаем сервис, который будет даже при рестарте виртуалки будет перезапускать бота. Здесь вопрос с подзвездочкой, как развернуть все-таки более правильно. Тут надо подумать еще над использованием докера или антибла, они помогут, также можно сделать раскатку через пайплайны в репозитории, сейчас мы в ручном режиме просто обновляли, и секреты выкачивать тоже автоматизировано под определенным пользователем, тоже тем же скриптом. Какие команды необходимо добавить в боту? Во-первых, это запрос авторизации, потому что мы даем доступ к боту только сотрудникам компании, но в Телеграме можно найти бота просто в поиске по логину, соответственно, мы ограничиваем доступ через определенные команды. Также нужно сделать подписку-отписку на отзывы для какой-то конкретной версии, тут это будет полезно релиз инженерам, которые релизят какую-то конкретную версию. И удаление подписок, еще одна важная очень команда слэш-хелп, которая сэкономит мейнтейнеру боту очень много времени, поверьте. Теперь поговорим про проблемы. Мы помним, что вот бот получает один раз в час отзывы, и вот он каким-то образом должен выделять новые отзывы от старых. Соответственно, рассмотрим как раз этот процесс. Мы получаем, например, первый раз идем за отзывами, получаем там шесть отзывов. Здесь каждый отзыв имеет свой айдишник, но айди здесь указаны целыми числами для простоты. На самом деле из API приходит айди в качестве UID строки, которую, например, сортировать нельзя. Это нам поможет дальше. Соответственно, мы получаем пачку из шести отзывов, и, например, в первом запросе просто берем первые пять. Мы отправляем эти отзывы в Telegram-чат всем подписчикам и сохраняем айди последнего отправленного отзыва пять. Потом через час мы опять идем за отзывами. Допустим, там появилось пять новых отзывов, и, соответственно, мы ищем айди пять, и по нему можем отделить старые отзывы от новых, при условии, что просто у нас все отзывы отсортированы по дате публикации. Соответственно, здесь отзывы с шестого по десятый – это отзывы новые. Мы их отправляем в чат и опять сохраняем айди десять. Но здесь закралась одна проблемка. Давайте вернемся на шаг назад. И вот что будет, если отзыв с айди пять будет удален? А такое может случиться. Пользователь может удалить отзыв из App Store. Мы просто не сможем найти этот отзыв и не сможем отделить новые отзывы от старых. Что мы здесь можем сделать? Так это сохранять backup, сместиться к предыдущему отзыву. Например, как раз вот здесь к четвертому. А давайте вообще сохранять не два отзыва, а сразу три. И вообще можно это число три сохранить в какой-нибудь файл конфигурации, который можно изменять. Соответственно, можно сделать три, четыре, пять, сколько угодно. И это будут наши бэкапы, которые будут обеспечивать надежность при удалении отзыва. Вот число три нам показалось достаточным. Пока что и каких-то инцидентов не было. Все хорошо работает с тремя. Но очень тяжело удалить три отзыва подряд. Это прям нужно постараться, чтобы между еще никто тоже не написал отзыв. Перейдем дальше к следующей проблеме. Это RPS Telegram API. Нам разрешают отправлять только одно сообщение в секунду в один чат. Здесь достаточно банальное решение. Воспользуемся просто сущностью Async Limiter. Будем ограничивать просто отправку запросов в Telegram API с помощью библиотеки. Так как был написан на Python, вот заиспользовали Async. Дальше у отзыва не указана версия аппа. Если помните, в модельке было много данных, но вот версия, в которой написан отзыв, нет. И здесь нам Telegram API просто не дает этих данных, но оно дает возможность сделать чуть-чуть другой запрос. Например, мы можем пойти за отзывами по всем версиям сразу, либо пойти за отзывами по какой-то определенной версии. И, соответственно, здесь мы сделали такой механизм подписки, что мы можем подписаться либо на все отзывы сразу, либо на какую-то определенную версию, которую вот как раз полезно делать релиз инженером, чтобы мониторить просто отзывы именно по ней. Следующая проблема как раз то, что я говорил, что бот доступен всем через поиск Telegram. Мы добавляем отдельную команду для авторизации, и в отдельный просто чатик падает авторизация, где можно ей управлять. Ну и без авторизации, понятно, ничего не доступно. Вот так вот выглядит процесс. Пользователь вызывает команду Request Access, в админский чатик падает уведомление, где можно либо отменить авторизацию, и тогда пользователь попадет в черный список, либо авторизовать, тогда в белый. После этого пользователю прилетает уведомление, и он может пользоваться ботом. Как раз, заметьте, команда Slash Help очень полезна. Источники для разработки я добавил. Они помогут вам стартануть в этом деле, посмотреть какие-то примеры Telegram бота. Я там написал небольшой проектик, который просто поможет вам стартануть с самого первого вашего бота, пойти в App Store Connect, получить какие-то данные. Можно посмотреть на доку и библиотека для написания Telegram бота на питоне. В итоге, что мы получили? У нас было так, что два раза в неделю человек ходил в App Store Connect и смотрел что-то там. В результате получили, что никакого человека здесь не задействовано, и бот сам ходит раз в час в API-шку и получает там отзывы. Мы получили вот слева, можете посмотреть, такой чатик, на который очень много кто подписан. Мы минимизировали задержку по обработке отзывов. Моментально после появления отзывов в Telegram чате мы можем уже создавать таску, если что-то критичное. За 200 дней работы бота обработали 320 отзывов. Также и разработчики видят фидбэк по фичам, которые они делают, что приятно. И продакты следят за фидбэком по фичам и могут каким-то образом принимать решения по их докрутке, либо по постанализу по фиче. И тут есть еще перспективы по развитию. Можно добавить, как раз я говорил в начале ML, анализ текста, автоматически переводить отзывы, синтегрироваться с внутренней джирой, чтобы таски заводились тоже автоматически. Ну и что у нас уже сделано, это то же самое только для Google Play. Отдельный чатик, отдельный бот, который также ходит в API-шку и получает оттуда отзывы. Тоже приготовил еще коркод на Google Collab. Можно посмотреть, как, например, вот этот отзыв преобразовать в набор слов, которые в начальной форме, которые можно уже обрабатывать. Например, вот этот отзыв, можно в нем увидеть такие слова, как «понравится», что говорит о положительности отзыва. Хотя такие слова могут быть и при одной звездочке, например, что можно говорить, что отзыв нейтральный. и слово «канал», которое говорит о принадлежности к фиче, к экрану канала. Ну и на этом все. Развивайте технологии у себя в жизни, на работе, автоматизируйте процессы. Самый первый шаг, который вы можете сделать, это уже сейчас начать собирать, обрабатывать отзывы, пойти посмотреть доку App Store Connect API и попробовать поделать запросики. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...